Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30 курс нутрициология. Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00 курс нефрология. Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30 курс врач и инфекция. Лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00 курс дентальная имплантация. Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров по 40 врачебным специальностям. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30 курс кардиологика. Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00 курс актуальные вопросы от Урина Ларингологии. Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30 курс актуальные вопросы неонатологии. Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация Серано приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс актуальные вопросы рефлексотерапии и детская неврология. Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00 курс общая врачебная практика. Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс актуальные вопросы полиморбидной патологии. Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00 курс эндоурология и детская хирургия. Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00 проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edudefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое Серано? Серано – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами! Ваш Серано Доброго субботнего дня, дорогие коллеги, на нашем любимом сайте Серано, на нашем интересном обучающем проекте. В прошлый раз мы с вами говорили об особенностях иммунного ответа у доношенного рожденного. Я постарался показать вам, что есть в современной научной литературе в части того, каким образом иммунный ответ ребенка меняется, например, на фоне переносимого РС бронхиолита. Какое это может иметь значение в тактике лечения, как это оказывает влияние на течение заболевания. А сегодня предлагаем поговорить о нутритивной поддержке больных детей, в том числе детей с респираторными заболеваниями, с инфекциями нижних дыхательных путей. И мы с вами посмотрим, каким образом это может влиять на обеспеченность адекватных нутриентов на течение тех или иных инфекционных заболеваний. Но для начала недостаточно спитания у детей. Что это такое? Определение дано в 2013 году. Оно мало имеет отношения к больничным порциям, к передачам, которые приносят родители, потому что это, по сути, то состояние, при котором наблюдается дисбаланс между потребностями больного организма, проще говоря, и тем количеством нутриентов, которые этот организм или ребенок получает. И важно не только наличие самой дисбаланса. Важно понимать, что с каждым последующим днем сохранения такого дисбаланса наблюдается кумулятивный дефицит энергии белка или микронутриентов, то есть накопительный эффект. И в результате это может оказывать негативное влияние на рост, развитие, другие важные функции, параметры развития ребенка. То есть эффект долгосрочный. Особенно если это происходит на фоне заболевания, которое само по себе оказывает негативное влияние на нутритивный статус ребенка. Масштабы проблемы очень велики. К сожалению, не очень часто в реальной практике педиатрических стационаров у детей оценивается нутритивный статус. Это делается, но далеко не везде и далеко не всегда. Существуют европейские исследования, причем не такие уже давние, вот это 2012 года, где посмотрели 500 детей в 31 госпитале в 8 европейских стран. Это был большой такой проект. Ну и когда посмотрели детей с точки зрения нутритивного статуса, поняли, что каждый третий имел признаки нарушения пищевого статуса, обеспечен с нутриентом. При этом, когда проанализировали стратегию по коррекции нутритивного статуса, то энтеральное питание приводило к удовлетворению потребностей белки и энергии только на 43-38%. То есть не полностью. Это были стратегии, которые не полностью компенсировали те дефициты, которые были у детей. А про энтеральное питание с этой точки зрения работало лучше, обеспеченность была лучше, но в то же самое время в этой группе детей были отмечены и увеличены цифры летальности. Это может быть связано с тем, что дети изначально были очень тяжелыми, именно поэтому им назначалось парентеральное питание. Ну и нельзя исключать, конечно, тех осложнений, которые ассоциируются с назначением парентерального питания детям. На сегодняшний день вообще в мире понятно, что нарушение нутритивного статуса ведет к увеличению сроков госпитализации, увеличение частоты осложнений, увеличивает общие затраты на лечение. И это ответ на вопрос, который очень часто задают администраторы здравоохранения. Зачем закупать лечебное питание? Это дополнительные затраты, можно обходиться без них. Вот с точки зрения показателей деятельности учреждения, дополнительные закупки питания целенаправленные, обоснованные с научной точки зрения, помогут улучшить показатели деятельности учреждения. И это является одним из очень важных факторов, почему это надо делать. Но, конечно, на первом месте стоят дети, потому что вот эта частота осложнений, увеличенные сроки госпитализации, конечно, оказывает очень негативное влияние на их здоровье. Мониторинг нутритивного статуса у детей проводится очень редко. Измерение массы тела и длины тела у детей – это, конечно, минимум необходимый, но с ним сложно предпринимать какие-то действия, потому что если уж начинает масса тела у ребенка падать, то, конечно, получающая ситуация уже тяжелая, и пропущен тот момент, когда можно было относительно безболезненно справиться с ситуацией. Объем потребляемых больничных рационов мало контролируется, особенно у детей старшего возраста делают это буфетчицы, которые, ну, нет у них такой задачи говорить с кодекой, съел тот или иной ребенок. Ну, а домашние передачи, которые приносят детям, они очень мало имеют общего с лечебным питанием. Если посмотреть на список таких продуктов, ну, максимум полезным, что там можно найти, это, наверное, кисломолочные продукты, как источник белка, вот все эти фрукты, печенье, зефир, мармелад, конечно, это не лечебное питание, больному ребенку они абсолютно не нужны. Для того, чтобы оценить нутритивный статус у ребенка, не надо никаких особенных больших затрат. Вот я вам показываю опросник, который валидирован, который разработан для детей, называется он «Стромкитс». Есть он и в русскоязычном варианте, который я вам показываю. Здесь всего лишь четыре вопроса, и справа в колоночке количество баллов, которые ребенок набирает при положительном ответе на тот или иной вопрос, либо родители отвечают на этот вопрос. В результате вы имеете суммирующую сумму баллов. Четыре-пять – это высокая степень риска нарушения или недостаточности питания, что требует определенных действий на консультацию лечащего врача и диетолога клинического, если у больницы есть. Средние – это один-тире три балла, и низкие – когда у ребенка все хорошо, и того питания, на котором он поступил, достаточно, на данный конкретный момент времени. А дальше в процессе течения заболевания нужно просто монетарировать этот вопрос и проводить еще раз и еще раз и смотреть на динамику. Очень удобно им пользоваться на этапе приемного отделения, когда понятно, с каким нутритивным статусом поступает ребенок, и это будет не только подспорим для назначения питания изначально, но и потом для оценки динамики на фоне лечения в отделении. Что происходит у больного ребенка, и почему у него меняется нутритивный статус, почему мы говорим, что у него может развиваться недостаточность питания, дело не только в том, как ест ребенок и сколько он ест, дело еще и в том, как само заболевание влияет на это. Если мы с вами начинаем с заболевания самого, то очень часто, вот в оранжевом или коричневом, снижение аппетитом или абсорбция гиперметаболизма – это вещи, которые сопровождают очень большое число заболеваний. Естественно, больные дети есть не хотят, точно так же, как и мы теряем аппетит. Это эволюционный механизм, который предохраняет нас от траты энергии на поиски пищи. Но в случае с маленьким ребенком, когда ситуация затягивается и аппетит снижается долго и значительно, то, конечно, это очень высокий риск развития недостаточности питания. В случае кишечных инфекций, например, синдром малябсорбции препятствует адекватному всасыванию нутриентов, даже тогда, когда потребление, казалось бы, адекватное. Но и гиперметаболизм, о котором мы чуть позже поговорим, он тоже, конечно, вносит свой негативный вклад. В общем и целом, дальше все это ведет к снижению потребления пищи. Если ситуация не корригируется, то это потеря массы тела. Потеря массы тела сопровождается снижением иммунной и барьерной функций, в частности, для цветов желудочно-кишечного тракта. Это осложняет течение заболевания. Оно протекает еще тяжелее. Высокий риск осложнее хронизации процесса. И так может замкнуться порученный круг, вывести из которого помимо терапии ребенка можно только с помощью адекватного назначенного питания. Поэтому очень важно с самого начала определять группу риска по развитию нутритивной недостаточности с тем, чтобы не допустить развития вот этой ситуации. Катаболизм, который сопровождает любое заболевание, любую травму, любой стресс, это воспаление по сути своей. И в случае инфекционного заболевания, конечно, мы с вами очень хорошо знаем, что в организме у ребенка продуцируются провоспалительные цитокины. Косвенным клиническим проявлением этого является лихорадка, миалгиз, снижение аппетита, вялость. Но это же защитная реакция воспаления. Оно только не должно быть избыточным. Для этого в организме существует компенсаторный противовоспалительный ответ. Чуть позже я вам об этом расскажу. Но вообще избыточное воспаление, конечно, это очень серьезный вызов для обмена нутриентов в организме ребенка. Для того, чтобы синтезировались провоспалительные цитокины, нужны и защитные антисела, нужны белки, потому что это все, по сути, белковые молекулы. Для синтеза белков нужны аминокислоты. Если с питанием ребенок достаточного количества и качества белков не получает, организм начинает пользоваться эндогенными белками. ДПО у нас с вами белков нет, у детей тоже. Единственное, более-менее значимое для этого пол, это мышечная ткань. И поэтому в условиях тяжелых инфекционных заболеваний особенно выражено начинается катаболизм мышечной ткани. В условиях сепсиса у взрослых, например, распад белка в мышечной ткани может увеличиваться на 212%. Особенно этому способствует фактор некрозы опухоли альфа, который способствует распаду мышечных белков и переводит полученный аминокислот на синтез лострофазов в белков. И ситуация может быть настолько тяжелой, что у взрослых в критических состояниях при тяжелых инфекционных заболеваниях катаболизм белка может составлять 260 граммов в сутки. Это эквивалентно потере 1 килограмму мышечной ткани. Безусловно, распадается не только мышечная ткань скелетная мускулатура. Распадается и дыхательная мускулатура тоже. Белок используется и оттуда. И наружные, и внутренние межреберные мышцы диафрагма, что может приводить к нарушению эффективного спонтанного дыхания и может потребовать респираторной поддержки, поскольку дыхательная мускулатура перестает справляться со своими функциями. И особенно, конечно, это будет касаться ситуаций, где дыхательная мускулатура очень увлечена в течение процесса. И это как раз касается некоторых видов респираторных инфекций у детей. Вот воспаление и противовоспаление компенсаторный ответ. Они очень хорошо описаны в литературе. Механизмы эти во многом, хотя и не до конца, расшифрованы. И в случае, если мы с вами имеем дело с нормальным обычным течением заболеваний, средне тяжелого, то это отражается вот этих серых сегментов на этом графике. Счастливо – начало заболевания, дальше серый сегмент идет вверх. Это системный воспалительный ответ. Это самая лихорадка, снижение аппетита. Все те симптомы, которые мы видим у ребенка на фоне острого инфекционного процесса. Но в это же самое время работает компенсаторный противовоспалительный ответ, который не дает воспалению быть избыточным. И таким образом дальше, в периоде реконволюсценции, ребенок уходит от серого сегмента вниз, воспаление гасится, начинает преобладать до определенной степени, опять же, компенсаторный противовоспалительный ответ. И в результате ребенок выздоравливает. В случае, если воспаление изначально очень выражено, выходит из-под контроля, это может приводить к ранней полиорганной недостаточности и неблагоприятному исходу. С другой стороны, если заболевание течет очень долго, очень тяжело, может наступить истощение иммунных ресурсов, и тогда компенсаторное противовоспалительное отзвено становится некомпенсаторным, а может уже приводить к формированию поздней полиорганной недостаточности, когда наступает срыв уже в отдаленные сроки от начала заболевания, это тоже может приводить к неблагоприятному исходу. Поэтому здесь очень важен баланс, нужно за ним наблюдать, и вы это все очень хорошо знаете, но вот интересно, как с этой точки зрения ведут себя иммунокомпетентные клетки, их популяции. С начала заболевания очень активно работают макрофаги, что понятно. Мы говорим сейчас об инфекционном процессе с вами, это красный сегмент, но вот посмотрите, синяя поднимается вверх, это регуляторные клетки, это как раз тот самый компенсаторный противовоспалительный ответ, они пытаются ограничить уровень воспаления. Вниз очень быстро уходит коричневая линия, это дендритные клетки, антигенпрезентирующие клетки, они быстро расходуются для того, чтобы предоставлять антиген T-эффекторным клеткам, и желтенькие, к сожалению, T-эффекторные клетки, тоже быстро расходуются, пытаясь бороться с инфекцией, поэтому очень важно не затягивать заболевание, потому что потом, если все еще слишком долго, ситуация может выходить из-под контроля, когда макрофагов мало, дендритные клетки свой ресурс исчерпали, ушли в минус-T-эффекторные клетки, и начинается возможный процесс генерации миелоидных супрессорных клеток, зеленым обозначены здесь те, которые подавляют ему на ответ, и это как раз ситуация, которая может сопровождать позднюю полиорганную недостаточность, неблагоприятный исход. Поэтому очень важно, чтобы все закончилось вовремя, для этого, конечно, нужно адекватное лечение ребенка, но и питание здесь будет играть очень важную роль, не только потому, что аминокислоты используются для синтеза островов азовых белков, но и потому, что аминокислоты нужны для адекватной работы, например, T-эффекторных клеток. Одной из таких аминокислот является трептофан. Трептофан используется справа для T-эффекторных клеток для адекватной работы, Но некоторые бактерии научились уводить трептофан из этого пути метаболизма. Может это делать, например, клостридиодифицили, который путем продукции эндоламин-2,3-диоксигеназа уводит трептофан на альтернативный путь метаболизма с образованием кинуренина. И таким образом она делает трептофан недоступным, во всяком случае, частично для работы т-эффекторных клеток, что может сопровождаться затруднениями в лечении и утяжелением, удлинением тяжести заболевания. Дело в том, что не только клостриди это умеют делать, это умеют делать трептококки, это умеют делать пневмококки, это касается не только трептофана. Поэтому, когда мы с вами кормим маленького ребенка, больного, инфекционной патологией, мы должны понимать, что он должен получать белок высокого качества, богатый незаменимыми циклами, в частности, трептофан. Ну, то, что заболевание влияет негативно на нутритивный статус ребенка, понятно, но как нутритивный статус может влиять на течение инфекции? Причем мы будем говорить об инфекциях, которые не острокишечные, для которых обычно очень часто обсуждаются вопросы питания. Ну, это, конечно, причина, вернее, картинка, которая касается развивающихся стран Юго-Восточной Азии и последствий нутритивной недостаточности для больного ребенка. И здесь посчитана недостаточность питания как непосредственная причина смерти. То есть в пневмонии в 52% случаев в этих странах дети умирали только потому, что у них была недостаточность питания. Посмотрите, кори для нас, она становится актуальной, слава богу, все под контролем. Но в этих странах, даже если ребенок болеет корей, недостаточность питания может привести к летальному исходу в 45% случаев. Диарея, понятно, самая тяжелая ситуация, 60%. И малярия в 57% случаев дети умирают именно потому, что у них это развивается на фоне сниженной обеспеченности нутриентов и симптомов недостаточности питания. Пневмония тоже странная развивающаяся. К сожалению, здесь тоже ситуация очень нехорошая. Тяжелая, средняя даже степень нутритивной недостаточности увеличивает риск летального исхода у детей с пневмонией в 15 раз. Конечно, у нас с вами, слава богу, таких цифр нету в нашей стране, но мы не должны забывать, что пневмония не обязательно, и слава богу, не должна сопровождаться, конечно же, летальным исходом, но удлинение, утяжеление течения, заболевания вполне себе возможно у детей с признаками недостаточности питания, поэтому надо его мониторировать, и это во многом поможет вам предсказать тяжесть и длительность течения заболевания. РС-бранхиолет. Тоже есть работы, которые посвящены этой респираторной инфекции, по-видимому, все-таки в литературе больше всего именно по поводу РС-бранхиолита, потому что, ну, наверное, потому что заболевание тяжелое, дети первых месяцев жизни, этиотропной терапии нету. Здесь посмотрели ретроспективный анализ более 12 тысяч детей, которые были госпитализированы с бронхиолитом. Получилось, что средний возраст заболевания 1,8 месяцев, что характерно для бронхиолита, это патология первых месяцев жизни. Ну и вот посмотрите, что получалось. Риск госпитализации по поводу тяжелой РС-бранхиолита был выше в 3,5 раза у тех детей, у которых показатели вот эрцентильный вес по отношению к росту уходили в минус больше, чем на два стандартных отклонения. То есть, чем выраженнее нарушение нутритивного статуса, тем выше риск не только госпитализации по поводу РС-бранхиолита, но и более тяжелого ее течения. То есть, это такое взаимное влияние. С одной стороны, заболевание влияет на нутритивный статус, ухудшая его. С другой стороны, нутритивный статус, будучи сниженным изначально, увеличивает риск заболевания и тяжелого его течения. Ну вот давайте немножечко посмотрим на то, как это выглядит в случае острых инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей, как это может влиять на нутритивный статус. Работы эти пришлось собирать буквально по крупицам. Они есть, но они разрозненные, они в разных источниках, в разных статьях. Вот то, что мне удалось найти, я вам, безусловно, покажу. Опять же говорю, что бронхиолит – это основная тема изучения вот этого вопроса. Ну вот еще один анализ 149 «Истории болезни» детей, которые были госпитализированы в 2009-2011 году с бронхиолитом. Средний возраст – два месяца. Это европейская работа. 16% получали полное пантеральное питание, 75% получали внутривенные инфузии, глюкоз с солевыми растворами, и 9% получали энтеральное питание через зонт. И вот только вариант полного пантерального питания ассоциировался с достоверным увеличением средней длительности пребывания детей. Но мы с вами чуть позже поговорим о том, как выглядит вопрос энтерального питания детей с бронхиолитом, особенно кислородной поддержке. Но вот полное пантеральное питание и здесь. Помните, в самом начале я говорил, что оно ассоциируется с увеличением летальности. Ну, там, по-видимому, дети были самые тяжелые в реанимации. А здесь полное пантеральное питание приводило к увеличению средней длительности пребывания детей. Еще одна работа 2004-2005 год, 273 ребенка с бронхиолитом, ретроспективный анализ истории болезни. И здесь уже смотрели, как выглядело восстановление детей или длительность пребывания относительно того, как им поставлялись энергии и нутриенты в питании. И получилось так, что чем позже дети получали нутритивную поддержку, тем дольше они находились в стационаре. И это подчеркивает необходимость максимально ранней нутритивной поддержки с первых дней заболевания, потому что это будет способствовать более легкому течению заболевания и сокращению сроков пребывания ребенка в стационаре. Что такого при бронхиолите может происходить, что это может нарушать так серьезный нутритивный статус? Ну, во-первых, это относительно высокая потребность в энергии, прежде всего за счет одышки, в случае дыхательной недостаточности. Это работает той самой дыхательной мускулатуры, которую нам с вами нужно будет поддерживать у этого ребенка. Да, это кислородотерапия, но при этом надо помнить, что мышечная ткань расходует аминокислоты в условиях усиленной своей работы. И ребенку абсолютно необходимо получать высококачественные белки с питанием. Повышенные потери жидкости с выдыхаемым воздухом при одышке надо, конечно, учитывать. Ну и дальше легкарадка воспаления. Все это сопровождается снижением аппетита, тем самым катаболизмом, о котором мы с вами говорили в начале. И для этих детей важно помнить первых месяцев жизни, что у них может быть затруднено сосание не только из груди, но и из бутылочки. Потому что на фоне дыхательной недостаточности, одышки, обструктивного синдрома этих детей, вот эти короткие даже перерывы в дыхании, связанные с необходимостью сосания, могут приводить к быстрому падению сатурации и отказу ребенка от груди, невозможности потреблять продукты обычным путем с помощью сосания, там, соски или с груди мамы. Поэтому здесь возможны альтернативные варианты зон в самых тяжелых случаях, либо с ложечки. Ну и, конечно, кислородотерапия может накладывать определенные ограничения на энтеральное питание. Хотя здесь все будет зависеть от того, каким образом кислород этому ребенку поставляется. Дотация кислорода – это, по-видимому, самое частое назначение у детей с бронхиолитом, но при этом, как я уже сказал, путь подачи кислорода будет иметь очень важное влияние в части того, насколько вы будете в состоянии кормить ребенка энтерально. В случае, если это маска, то, конечно, кормить ребенка тяжело энтерально, вам придется ее снимать для того, чтобы ребенка кормить. А вот назальная конюля, особенно с высоко потоковой подачи кислорода, они оставляют все возможности для энтерального питания, в том числе ПРО с обычного. И иногда в литературе даже есть специальные обзоры, в которых изучалась возможность аспирационных осложнений у ребенка, который получает кислородотерапию через назальные конюли и параллельно получает энтеральное питание. Но получается, что чем меньше ребенок получает питание, находясь на дотации кислорода с помощью назальных конюль, особенно если это питание вообще не получает, тем дольше ребенок будет находиться в стационаре. С другой стороны, вот две верхних линии, зеленая и желтая, дети быстрее выписываются из стационара, если они находились на дотации кислорода через назальные конюли и при этом получали хотя бы смешанное питание, зондовое энтеральное. А вот самый благоприятный вариант – это, конечно, когда дети на кислородотерапии получали питание ПРО. Такие дети быстрее всего прекращают демонстрировать потребность дополнительной кислороде и быстрее всего выписываются из стационара. Поэтому способ подачи кислорода должен учитываться с точки зрения возможности организации энтеропитания таких детей. И назальные конюли предоставляют очень хорошую возможность продолжать кормить ребенка и давать им нутриенты, которые помогут быстрее ребенку выздороветь. Если говорить о детях грудного возраста, то, конечно, приоритетом для них остается грудное молоко. Не только потому, что там белки очень высокого качества, не только потому, что там белков 70% сыворочных, но еще и потому, что это иммуноглобулины готовы, это иммунокомпетентные клетки готовы. В прошлый раз мы с вами говорили, что у детей раннего возраста иммунологические клетки еще не очень готовы к встрече с опасностью, с бактериями, с вирусами. Они еще не очень быстро и эффективно на них реагируют. Грудное молоко предоставляет ребенку очень серьезную помощь, потому что в грудном молоке есть клетки до 10 восьмой степени, которые уже иммунологически активны и готовы ребенку помогать. Там есть и цитокины, растворимые рецепторы к ним, там есть и микробиоты, которые необходимы для того, чтобы ребенок переключался на тахилперы первого типа, они в том числе и противовирусной активностью будут обладать, и микро-РНК, которые влияют на адекватное становление иммунного ответа. Там есть и пептидос, антимикробная активность, тут самый лактоферин и остеопантин и другие, редко описываемые в литературе. Ну и интересный компонент, который работает и в отношении РС-вируса, как раз специфичный, это олигосахариды грудного молока. Вообще они могут ингибировать многие вирусы, и рота, и нора, и вирус гриппа, и в том числе вирусы респираторной сенситии, о котором мы говорим сегодня как об основном возбудителе бронхиолита. Грудной обскарм не только помогает ребенку справиться с заболеванием, но оно еще и предупреждает его развитие. И посмотрите, как выглядит динамика или риск быть госпитализированным по поводу тяжелого бронхиолита у детей на протяжении первого года жизни в зависимости от вида вскармливания. Красная линия вверху – это дети, которые получают искусственное вскармливание стандартной смесью. Сравниваем мы с детьми, которые отражены здесь зеленой линией, грудной смешанной вскармливание, на 50% реже госпитализируются по поводу бронхиолита на протяжении первого года жизни дети, которые получают хотя бы смешанное вскармливание. еще выше этот эффект и выраженный протективный больше в случае, если дети полностью находятся на грудном скармливании. Поэтому это тоже надо учитывать тогда, когда мы мамам говорим о том, почему надо ребенка кормить грудью, что это защищает и вот такого тяжелого состояния, как РС-бранхиолит. Ну, а нам с вами надо понимать, что, во-первых, это профилактика, во-вторых, это, по сути, лечебное питание, которым абсолютно нужно пользоваться в то время, когда ребенок болеет бронхиолитом. Будь это из груди мамы, если ребенок в состоянии сосредоточить, будь то сцеженное грудное молоко через бутылочки, через зону, с ложки, как угодно, но это лучшее, что можно себе представить по нутритивной поддержке для ребенка больного РС-бранхиолитом или любой другой инфекцией нижних дыхательных путей. Но РС-вирус интересен тем, что он очень по-разному влияет на иммунный ответ у ребенка. Мы в прошлый раз с вами об этом говорили, но самая сложная задача с ним, Нет этиотропной терапии, нет лекарства, с помощью которого можно было бы эффективно останавливать течение инфекции. Терапия, по сути, симптоматическая, а вот нутритивная поддержка здесь не должна забываться, потому что она является очень серьезным компонентом терапии, способным значимым повлиять на течение заболеваний. В предыдущих слоях мы с вами это увидели. Олигосхориды грудного молока интересны тем, как я сказал уже, что они способны ингибировать РС-вирус. Особенно эффективно это делает 2-фоказиллактоз. На снимке слева видно, на графике слева, как на культуре клеток респираторного эпителия, выглядит репродукция РС-вируса. На фоне увеличивающейся концентрации 2-фоказиллактозы очень быстро падает, даже в низких концентрациях 2-фоказиллактозы оказывает серьезный ингибирующий эффект. Ну а справа это лактенная тетраоза, которая тоже РС-вирус способна ингибировать. Детскую молочную смесь для детей, которые находятся на искусственном скарме, тоже надо выбирать, понимая принципы нарушения интуитивного статуса, что ребенок требует. Если увидите, что ребенок не набирает массу тела, теряет на стандартной детской молочной смеси, возможно потребуется смесь для недоношенных детей с более высоким содержанием белков и калорий. Это пренан, его можно разводить на 70 или 80 килокалорий, это очень серьезное преимущество в плане того, что вы можете менять концентрацию нутриентов, не меняя саму смесь. В части белков в этой смеси лучше будет частично гидролизованные сыворочные белки для этих детей, потому что они легче усваиваются, в этой ситуации никто не хочет, конечно, нагружать и желудочно-кишечный тракт у ребенка. Должны быть абсолютно иммунные нутриенты, потому что РС-инфекция – это серьезный вызов для иммунной системы. Неплохо, конечно, иметь пробиотик, но и комплекс ольгосахаридов грудного молока будет очень серьезным дополнением к такому продукту. Вы знаете эту смесь, Нансупрем, и интересна она в том числе и тем, я вам напомню, что по результатам проведенных клинических исследований у детей, которые получали эту смесь, на протяжении первого года жизни на 70% реже регистрировались бронхиты, на 55% реже, по сравнению с детьми, получавших стандартную смесь, регистрировались вообще инфекции нижних дыхательных путей, включая бронхиолит и пневмонии. Им на 53% реже назначались антибиотики, а на 56% в первые 4 месяца жизни эти дети реже требовали назначения антиперетиков. Поэтому это вот такой выраженный профилактический эффект смеси, благодаря ее составу, благодаря наличию в ней двух ольгосахаридов грудного молока. Напомню вам основные преимущества, это комплекс ольгосахаридов, который идентичен ольгосахаридам грудного молока, их не надо путать с госфос. Опять же, повторимся, это 2-фуказилактоза и лактенна от отрауза в этой смеси, 2-фуказилактоза грамм на литр, лактенна от отрауза 500 миллиграммов. Здесь пробиотика или ройтери, очень серьезный штамм, очень интересный штамм, мы с вами о нем уже говорили, он интересен своими иммуномодулирующими свойствами в том числе. Частично гидролизованные сыворочные белки, богатые трептофаном, именно сыворочные белки богаты трептофаном, здесь 100% сыворочных белков, ну и, безусловно, здесь есть комплексы нутриентов, которые помогут ребенку в работе иммунной системы. Поэтому это можно назначать либо здоровым детям, когда по объективным причинам грудного молока нету, либо это может смесь выступать в качестве лечебного детей с текущим эрозбранхиолитом, если нутриентной плотности этой смеси достаточно для данного конкретного ребенка, для того, чтобы поддерживать адекватные темпы его роста и развития. Но в случае, если это не получается, тогда ребенка глубже обследовать, и, возможно, таким детям на время потребуется смесь пренан с более высокой концентрацией нутриентов, с последующим переходом опять же на эту смесь. В заключении, питание, безусловно, должно являться важной составной частью комплекса лечебных мероприятий. Это касается не только острых кишечных инфекций, где потери очевидны. Патогенез, нарушение нутритивного статуса, он во многом универсален для разных инфекционных заболеваний у ребенка, и для травмы, и ожоговой болезни. Но есть свои особенности, которые могут быть связаны с клинической картиной течения того или иного заболевания. Остроинфекционные нижние дыхательные пути – это один из вариантов, когда нутритивный статус и само заболевание взаимно негативно влияют друг на друга, если нутритивный статус нарушен, а заболевание – это еще тяжело. Безусловно, для таких детей в питании приоритетно должно служить грудное молоко, и для здоровых детей вообще, и для больных детей особенно. Ну, а выбор смеси должен учитывать возможность воздействия на те механизмы нарушения нутритивного статуса, которые есть у детей. И во многом это послужит очень серьезным подспорьем вашей эффективной терапии, поможет ребенку быстрее справиться с инфекцией. Смесь «Нан-Супрем» в этой ситуации, конечно, выглядит очень достойно, и она, мне кажется, должна занять очень существенную роль в схеме лечебных мероприятий у тех детей, у которых нет возможности получать грудное молоко. Спасибо вам большое за ваше внимание, и я очень надеюсь на скорую новую встречу. Спасибо. Я беспокоюсь и забочусь о тебе каждую минуту, когда ты спишь, когда проснулся, когда улыбаешься или плачешь. И мне важно давать тебе только лучшее. Мой выбор – молочко «Нан-3» с новой формулой. Олигосахариды грудного молока и пробиотик «Биэль» укрепляют иммунитет малыша, а белок «Оптипро» помогает здоровому росту. Без пальмового масла. «Нан-3» – забота, которой я доверяю.